Не расцепляемся, в общем. Только вот единственное, что... Юля, возьми, пожалуйста, чтобы у тебя руки были внизу. Обе, обе руки внизу. Да. У меня обе руки вверху должны быть. Для кругового хоровода это. Пальцами так же, как и было. У вас пальцы различаются, как вообще. Один пальчик, мизинчик. Один мизинчик. Это как вилки и вилочка. Большая рука. В общем, сейчас будет круговой хоровод. Все то же самое, но... Что, а вот я еще хотел вас спросить. Вопрос такой у меня. Как вы почувствовались с песней и без песни? Какая-то разница есть? Не почувствую, надо еще раз. Я обратила внимание еще, что люди все смотрят вниз. Никто в глаза не смотрит. Особенно, когда вот так вот мы проходим напротив друг друга. Я стараюсь смотреть на всех, но никто даже отклика ни одного не было. Как бы, чтобы кто-то посмотрел. Такое чувство, что те, кто поют, пофигу, что он там запутался. Мы стараемся, видишь, вас немножко, это самое, что будет... Ума... Чтобы по-труге вам было. Те практики, когда мы делали, что с песней люди говорят, ум все-таки успокаивается и больше чувствуешь тело. Да, да, да. Ты не зациклен на своих вот прямо там ум соних. Ум соних. Песней до пробуешь? Да, да. Давайте тогда про солнышко теперь для разнообразия. Да, да, да. Вставала солнышко, утром на зорюшке согрело. Песня 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 Я придумал, давайте вообще сделаем с закрытыми глазами. Солнышко с закрытыми глазами. Вот 10 минут мы проводим сейчас этот хоровод, но с закрытыми глазами. 5 минут, хорошо. И еще 5 минут поделиться. Давайте, вот сейчас 5 минут с закрытыми глазами и потом еще поделимся, что произошло у нас. Все, я начинаю. Тишина, давайте в полной тишине и с закрытыми глазами. Ты хочешь тоже с нами? Ну и правильно, молодец. Ребята, давайте договоримся сейчас о тишине, что сейчас мы будем молча и с закрытыми глазами. Повторяем. Поезд отправляется к счастью. Открываем глаза, да? Да. На доверии вселенной. Я сейчас подсмотрю, куда ты идешь. Маленькая. Маленькая. Вы-то молодая. Ой, человек какой-то. Ой, девушки молодые. Кто-то меня там богатырской бицухой сокрушить хотел. Я такая. Все деревья чтоб не исполнялся, чем представлен satisfaction. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет. Не игучие. Не игучие, да. Это ж теремок? Нет, это ноги. Да теремок это. А там теремок? Нет, я нахываю. Это теремок. Ня-а-а. Так, что это такое? Осторожно, опять же. Я опять ко мне. Кто глаза оттуда? Глаза вообще тройте. Давай, давай. Есть слишком ощущения. Как я в прошлый раз выписывался? Нет, нет. Как тебе будет удобно. Сюда веди всех. А мне вот такие женские. Не забывай провороты. Ребята, открывайте ворота. Проходите, господа. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Там мы разрываемся потихоньку. Нужно это все. Спасибо. Девочка, давай. Не знаю, что ты сильная. Извините. Кто вы здесь? Вот сюда. Открытые что ли глаза? Мы тут руками один привыкли. Открыть. А что делать? Открыли, значит. Оба на угол шоу. Открытые, значит, глаза. Нет, не у всех. Я следующий хоровод каску один. Открытые, ну где? Мне всем голову, чтобы нагибали. Я полюсил. Что это такое? Мам, я попал. Да, икутик крутит. Верчу, кручу. Распутать хочу. В этом же весь прикол. Ох, я дуру поймал. Вся эта экзотика. Я решила открыть запаха. Узелок. Остался. Это личность слепая, она вот идет. Душа должна руководить. Интересно. А я, 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 я. Я ображала? Да. А ты холодный. Ну так я, потому что покупался только что. А я хотела тебя нарисовать, но яблоко поела. Ну яблоко поел. Поэтому не нарисовала. Нет, нет, нельзя. Я не дам. И дам. Дальше как? Ну вот нам нужно как-то... У кого-то корону снять с головы просто хочется понять, у кого. Пойдем. Показать руки вверх. У кого-то на помощь. Так, зачем гуляем? Кто высокий? Держка, отойди, я пришел помочь. Ну слава, ты не можешь узнать? Я вижу, что он не так не меняется. Я вижу, что он не так не меняется. Уже нет. Тут уже пошли люди. Спасибо. Долго думали, друзья. Вы хотели справиться, быть вам посильнее. Пока вы не решаете задачу, у вас происходит другая. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Твоя жизнь, ты прекрасна. Ой, 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 ой. Так, так, так. Ай, ой, ой, ой. Вот кого-то птички женские, а мне мужские чресла. Ой, ой, ой. Как ты определил? Ай, ой, ой. О, ой, ой. О, ой. Порвались? А так же так было? А вы порвались и неправильно вы спутились. А вы порвались и неправильно вы спутились. Теперь уже не понятно, как они спутились. О, ой, ой, ой. Ничего, ничего, давайте. Упадёшь и не встанешь. Это была голова. А-а-а-а. Ныряй. Чего я грызну? В детстве ты идёшь? Ныряем, 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 ныряем. Вот все, ну вот все. А-а-а-а. А-а-а-а. О-ой, ой. Осталось ещё один узелок и всё. А-а-а, всё, поняла. И как бы ты меня рисовала? А-а-а, всё, поняла. А-а-а-а. 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 А-а-а. А-а-а. Мы же котята. Я иногда раньше и... А-а-а. А-а-а. А уши большие. В следующий раз на хоровод приходите с тряпочками. Будем по-настоящему. А-а-а. Глаза отрывать или нет? О, тапочек! А-а-а. 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 Да, да, наверное. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. 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 Ура! Еще разок три раза. Громко, как дети! Ура! И третий раз, самый счастливый! Ура! Давайте теперь поделимся. Каждое ваше слово, оно... В общем, это опыт. Была все время с закрытыми глазами, но я поняла, что впереди меня идет мужчина, который все время открывает и подглядывает. И для меня это был такой стимул. И так и в жизни. Когда ты понимаешь, что впереди тебя идет мужчина, который смотрит и тебя проведет, то ты можешь полностью расслабиться и идти с закрытыми глазами. Ни разу не подглядываясь. А мне даже ни разу не захотелось подглянуть. У меня такая мысль пришла. Иногда нам кажется, что мы где-то в конце. Колонны, жизни. Я встала последняя в ваш хоровод. Вдруг я оказалась в самом начале. Это так вообще интересная жизнь. Самое главное довериться, может быть, действительно миру. И вот понравилось мне все-таки за мужчиной идти. Это здорово. Когда рядом сильные, умные мужчины. Вообще даже не хочется и не открывать. Глаза просто наслаждаешься. Идешь процессом и так прекрасно. Спасибо. А мне запомнилось, что когда нас растягивали, приходилось реально кричать, чтобы другие услышали, что тебе больно. Но некоторым, что тебе больно, надо было просто объяснить еще несколько раз. Чтобы человек тебя прочувствовал. То есть в первый раз не понимает. Иногда первый раз нам что-то мы скажем, не поймет человек. Надо, видимо, реально несколько раз объяснять человеку о своей боли. Скорее всего в жизни, может, кто-то не слышит эту боль. По какой-то причине. Он сам себя может не слышать такой человек. Надо подумать, почему он это не слышит. Я тоже могу поделиться, что у меня был такой опыт. Я вижу сходство действительно с реальной жизнью. Потому что меня многие моменты очень сильно растягивали в обе стороны. Это напряжение. Я обратилась ко вселенной, что да, я осознаю, что я бываю не собой. Что я следую общественному мнению, мнению родителей. Хочу быть хорошей. И я внутри себя доверила вселенной. Признала, что я такая. Я хочу быть. Идти в одном направлении, а не метаться в двух направлениях одновременно. Делать что-то для себя. И еще быть хорошей для других. И, в общем, пришло такое осознание. И все напряжение ушло. Все распуталось. И, действительно, состояние поменялось. У кого еще есть? Мы неправильно взялись и чувствовалось, как мы не могли найти, как взяться. Не могли общий язык найти. И когда мы вот этот хоровод водили, было мучение просто руке. А потом раз, и это пришло как взяться. Раз, мы во время этого хоровода взялись, он мне писал, а легко и тебе и мне. Мама, понимание, какой-то уровень. Найти понимание друг другу. Я очень знала, что когда мы шли с открытыми глазами, можно было расцепиться. Вот как бы я разумом это себе позволяла. А когда мы с закрытыми глазами шли, вот как будто какая-то цепь из наших рук. То есть кажется, что они даже не могут разорваться, вот как что-то единое целое, такое вот, не знаю, как единый организм. У меня такое ощущение было? Да, постоянно, когда вот с закрытыми глазами мы тоже делали, разговаривали, что очень много для ума, вот это то, что зримое, прямо вот питание такое для его развития. Когда вот это полно где-то срезается, наверное, процентов 20 вообще в деятельности мозга, и тогда уже чувствуем его больше. Как-то отдаешься? Ну да, надо уметь все равно, наверное, как-то отстраняться. Какое-то доверие такое полное. А вот и хотелось бы мужчины, что кто-нибудь сказал? Обниматься уже. Обниматься, да. Кто-то недообнимался, кто еще что увидел? Почему мужчины сказали свое слово? Ну, единицы же надо, мам. Правильно? Отдать. Чем больше отдашь, больше получишь. Слава, ты, может, что-нибудь хочешь сказать? Да я, как всегда, почему в 20-летнем возрасте женщины не понимают, что проще закрыть глаза и идти спокойно довериться мужчине и Вселенной? Зачем обязательно стремиться руководить ситуацией? А когда приходят там дети, возраст и так далее, и все становятся как бы разумными. Но поздновато несколько, мне кажется. Для кого-то поздновато, для кого-то нет. Это мое мнение. Может быть нужен этот опыт, а как без него? 20 лет же нет такого. Не, подожди. Вот давай... Всему свое время... Исходя из себя, что ты можешь сказать. Ты вот сейчас опять говоришь про ту сторону, в которой ты не находишь. Как наблюдатель. А внутри ты вот скажи, что изнутри ты... Почему это происходит? Вот изнутри твое понимание. Мне интересно было бы, что ты думаешь. Это из себя, а не из вне. Я не могу сейчас ответить теорему. А я не понимаю вопрос. Что там происходит у меня в голове? Это же... Ну так, невозможно за минуту сказать. Есть много обстоятельств различных. А что почувствовать? Мы же сами делаем свою... Мы же сами делаем свою... Парабулированную гипотезу, это же теорема, потому что пока... Выбора нет. Это понятно, что... Выбор делаем. Мы подстраиваемся под обстоятельства. Я так думаю. Мы не делаем выбор. Ну, где-то мы делаем выбор. Где-то мы как-бы подстраиваемся. Сейчас, если дождь пойдет, мы побежим себе по палатке. Не все. Не надо ладно. Я на парадку покажу. Не тем подобным. Я осталась, и буду бегать под дождем. Нет, ну смотри. Ребят, ну это же боль. Вот ты сейчас просто... Можешь боль. Да, да. А если понять, как ее... Решение такое внутри. Уголое зерно. Может быть... Какой свет в этом? Да. В этом свет. Вот то, что тебя не слушают. Что женщина не слушает. Ну я... Не еду. Нет, ну не тебя. Я имею ввиду вообще, что... Твоя боль же, что они не идут за мужчиной. Так понял я. Свет какой в этом. Что они не идут за мужчинами сейчас. Может они тоже нас подвигают развиваться как-то. Хочется же идти за мужчиной тоже. Который гибкий. Который не вот такой как... Железный такой весь. А вот я сказал там и все. Который заботится. Который ласковый. Слова нежные говорит. Ну я просто так вот. Ну что у меня идет я говорю. Наверное, наверное. Все как-то в комплексе. Да. Я не могу, говорю, ответить на этот вопрос. Ну да. Все правильно. За мужчиной хочется идти и довериться. А вы за людьми не хотите. Ну вот как раз за мужчиной, которые принимают решения. Который делает свой выбор. Вот мне, например, хочется за мужчиной идти за сильным. А не тот, который начинает рассуждать как железяка. Вот именно мягкий, нежный, но который ведет за собой. Мне кажется, тут еще важно взаимопонимание. То есть если мужчина просто идет на бролом, он сильный и он идет. Это одно дело. А если он оборачивается и смотрит. Ты как? Ты успеваешь за мной? А может чуть помедленнее пойти? А может пойдем посреди? А как ты хочешь? Это вот большее. Когда девушку лучше нельзя. Можно тоже ходить. Можно. Да вы тут мониация. Мы всегда идем две девушки рядом. Тоже же можно к дружке присутствовать. Вообще тут просто человеческие отношения. Не только мужчины и женщины. А просто друг у друга внимательнее чуть-чуть. Ну ужасно. Нет, ну животрепещущая тема у нас. Когда ты понимаешь, что человек у тебя тянет. И это не проблема. Давай попробуем. И когда он понимает, что он не туда повело его. Не туда он зашел. И ты говоришь, что теперь пойдем туда. Вот это очень здорово. Когда дать возможность ему просто зайти. Туда куда? Сделать ошибку. Ну вот, пожалуй, за таким мужчиной, наверное, и хочется идти. Который дает выбор тоже. Но в то же время он не отпускает руку. Да, ну да. Пойдем туда, да. Поддержка в любой ситуации, да? Хочешь туда? Хочешь туда? Хочешь туда? Я тебя сопровожу. Я тебя сопровожду. Останетесь, что такое надо. И точно так же за мной идете. Вот таким же доверием. Вот это мне тоже понравилось. Такой момент интересный. Интересный. Слинный игрек какой-то что-ли. В общем, давайте теперь обнимашки. Кто хочет с друг другом обняться. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok